Приветище! Это Человек-паук 2 и мы продолжаем. В прошлой серии Питер Паркер и Майлз Маларис немножечко обосрались и профукали двух злодеев. Один из которых очень насолил Майлзу, это Негатив, Мистер Негатив, а второй это Скорпион. И, конечно же, они все достались Ивану Тарзану. В комментариях пишут, что это Сергей. Я думал, что Сергей это другой чувак, которого этот Сергей убил. А сейчас мы встречаемся с дядей. Ты маску-то, может, снимешь? А стоит? Расслабься. Я не хочу, чтобы племянник опять мне навалял. Да, в прошлый раз я тебя знатенько вытащу. Твой отец точно так же на меня смотрел. Майлз? Дядя, у тебя рука в мой костюм вошла. Мартин Ли. Ой, мне бы костюмчик подшить. Ему устроили побег. Я знаю, о чем ты думаешь. Не тебе его ловить. Не дай ему пустить корни здесь. Это все равно, что жить в тюрьме. Легко сказать. А сделать трудно. Но иногда прошлое надо отбросить, чтобы расчистить место для будущего. Я потому и звоню. Мне нужно кое-что достать. Я мог бы и сам. Но с бродягой покончено. О чем речь? Надо забрать кое-что из старого снаряжения. Я спрятал его в бывшей лаборатории Роксон у Центрального парка. Да. Я знаю, где это. Значит, бродягу мы больше не увидим? Даю слово. Ничего не забыл? Как это ты? Еще. Что касается Ли, не делай глупостей. Да, да. Сказал так, как будто я сейчас прямо прямиком к Ли побегу. Я серьезно, Мальц? Говорят, этот парень умеет превращать мозги в кисель. Бросит о дело. Ну, что еще у тебя нового? Как учеба? Есть симпатичные девчонки в классе? Я не знаю. Значит, все-таки есть. Хватит о девчонках болтать. У меня есть подружка немая. Но насчет любви, моркови и все дела, я не знаю. Будет у нас с ней что-то или нет? Я тут. Что мне искать? Все перед тобой, племянник. Я загрузил в твою маску кое-что из своего кода. Ну, конечно. Этот тайник откроется лишь когда обнаружат мой код. И где же он? Поиск кода продяги. Я удерживаю. И еще. Значит, вниз надо куда-то. О, как. Последний шаг. Расшифровать ключ. Попробуй. Удерживать L2. Не жульничай. Не спеши. Как это? А, вот что. Понял, понял, понял. Аккуратно надо курочками зажимать. Нифигасико, курки трещат. Неплохо, парень. Прикольно. Мне вот это понравилось. Классно сделали, молодцы. Дальше нам нужно отодвинуть дверь, по всей видимости, да? Давай мы сейчас вот сюда вот встанем. Ага. Еще решетка. Что за зеленые светлячки? О, опять эта штука. Блин, вот передать бы тебе эти ощущения курка на PS5. Это просто нечто. Курки, во-первых, не дают тебе до конца нажать, а во-вторых, они трясутся просто нереально. Отсюда открыть не смогу. Отсюда открыть я не смогу. Значит, сверху надо открыть. Наверное, да? Давай вот с этой стороны попробуем. Ну-ка. О, пошло. Ну я человек-паук вообще-то. Какой бродяга. Это ты, бродяга в прошлом. Не, ну технология у бродяги ничуть не хуже, чем у Человека-паука, между прочим. Готово. Ну что, скажешь мне, что это такое? Старые прототипы. Можешь взять себе. Там классные прямочки. Класс. Это мне пригодится. Значит, у нас есть вот улучшение здоровья, улучшение урона, концентрации и перемещения. Сейчас я, конечно же, качаю по обучению себе ХП. Увеличено здоровье на 10 единиц. Максимальное здоровье 110 теперь у нас. Ну и, короче, я теперь могу еще больше увеличить. На 120 здоровья. Но нет. Лучше, может, урон прокачать. Увеличение урона на 10%, например. Почему бы и нет? Сюда качаем. У меня тут вроде бы как новые костюмчики переоткрылись, смотри. Потому что сейчас, который... Ух ты, нифига. Сейчас костюм меня не очень устраивает. Хочу что-нибудь другое. Например, может быть и такое. Давай откроем. Почему бы и нет? Вау! А стили-то какие крутые. Давай еще и стили откроем. Ну ничего ж себе. Это какой-то стимпанк. Давай вот этот вот красненький последний костюмчик выберем. В нем побегаем. Это не единственный тайник. Дядя. Люди, освободившие Ли, не пройдут мимо такой техники. Нельзя, чтобы она угодила не в технике. Только тебе я могу довериться. Ладно. Я понял. Координаты в маске. Спасибо, применник. Не пропадай. Да, и тебе спасибо, дядя. Что скажет об этом мама? О, Майлз. Я слышала про нападение на корабль и про... Ты цел? Си, мам. Я в порядке. Я просто кое с чем помог дяде Арону. А. Ну и как он там? Он старается. Это хорошо. Мам, увидимся дома. И можешь не спрашивать еще раз. Я в порядке, честное слово. Текеро. Надо выдвигаться в центр. Посмотреть, что там происходит. Может, даже получится найти Ли. Сейчас я тут фоточки сделаю. Подожди секунду. Вот этого чувака надо сфоткать. Он тут с ума сходит по-своему. Пойдет. Я помню, что оставил рюкзак где-то здесь. Да вот же он. Че ты? Прямо перед тобой. Вот так. Какой шустрый. Я тоже сюда хочу переодеваться. Привет, Майлз. Как жизнь? Рад видеть тебя, чел. Даже не верится, что мистер Атлас приедет к нам. Если ему понравится звучание, глядишь, будет мне стипендия. О, интересно, я в баскет. Меня не пускают туда. Майлз, классно выглядишь. Спасибо. Ты тоже. Кто это был-то в курсе? Я не знаю этих девчонок. Парень, дайте мячик бросить, а? По-братски. Блин, не дают. Засранцы. Где Ганки-то? Ганки. Ага, вон он, вижу. С моей подружинкой стоит. Мы здесь. Здорово. Привет. Ты пришел? Мистер Атлас еще не приехал. Я спрошу его про тот курс вычислительной физики. От вас поступило заявление о пропаже человека. Что случилось? В том-то и дело. Мы не знаем. Она пошла забрать что-то из машины и все. Не вернулась. Что-то случилось? Я расслышал два слова. Пропал и человек. Так что думаю, да. Идеи. Мы займем место. Спасибо. Ну я же на тусу приехал. Ну думаю, может еще что выясняю. Она там общается с красным человеком каким-то. В пиджаке таким оранжевым. Где и что могу выяснить? У меня ничего не подсвечено. Ёлки-пох. Моток. Придумать как подойти к директору и служащему. Давай бежим вокруг. Может получится еще. О, действительно тут можно пролезть. У вас есть кто-нибудь из ее детей? Да. Она оставила телефон. Разблокированы? Ей приходили такие ничьи? Уже что-то. Только уведомления с фитнес-трекера. Он считает ее шаги. Где-то она ходит. Мисс Фергюсон все обожают. Только вы ничего не случились. Найдите ее. Сделаем все возможное. Мисс Фергюсон пропала? Ох ты. Значит фитнес-трекер остался при ней. Может я смогу отследить сигнал? Ладно. Посмотрим где этот фитнес-трекер. Последняя точка. Гавань Даусон. Блин, это неоновая подсветочка так нравится. Балдежно. Давай сканировать. Вон туда. Звонок с преобразованием текста в речь с Хейли Купер. Майлз, мистер Атлас пришел. Ты скоро? Ну вот. Я еще не нашел мисс Фергюсон. Вернусь как смогу. Он прямо сейчас раздает заявление на стипендии. Возьмешь одну мне? У меня есть идея получше. Лови ссылку. Спасибо. Удачи. И поспеши. Эйо, Майлз. Чего тебе, Ганки? Это можно подождать? Ну, нет. Со мной тут мистер Атлас. Я сказал, что ты не смог прийти. Из волонтерской работы. И он попросил меня тебе набрать. Тебе удобно говорить? Спасибо, Ганки. Но сейчас на подходящий момент. Держите, мистер Атлас. Я знаю, у вас скоро самолет. Ганки! Алло, Майлз? Да, здрасте. Ты говоришь шепотом. Я не вовремя? Нет. Я могу это. Ничего. Прекрасно. Значит, тебе интересна наша программа по музыкальным технологиям? Ну, расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Увлекаюсь? Эээ... Ну, я занимался созданием музыки. Но сейчас для этого все труднее находить время. Ганки показал мне несколько примеров. Звучит здорово. Особенно песней я качаюсь. Чем ты вдохновлялся? Эээ... Да. Я просто как-то... Эээ... Раскачивался. И думал... Мелодия сама пришла ко мне в голову. Интересно. Эээ... Скажи, что для тебя важно в жизни? Быть рядом с теми, кто во мне нуждается. Быть верным, надежным. Тем, на кого можно положиться. Очень интересно. И последнее. Кто делает себя кандидатом, достойным нашей школы? Я упорный. И для меня важно поступать по совести. Я вас не подведу. Очаровываю. Да что ж, Майл... Простите, мне пора. Эээ... Я перезвоню или напишу. Да. Отлично, что беседовали. Может, я успею вернуться в академию, поговорить с ним лично. Прояснить пару моментов. Ну что, с бандитами я разобрался. Узнаем, откуда идет сигнал трекера. Да вот же откуда. Стекло не очень прочное. Не бойтесь. Вы целы? Я в порядке. Но кто эти люди? Как они узнали, что я работала в Рент? Знаете что, давайте чуть повременим с вопросами. Расскажем, пулка. Тебе конец, паука, назад-то. Прячьтесь. Я с ними разберусь. Ну вот кто-то вас набежал-то. Ребят, вы откуда вообще? Так, еще один у меня. Ну ладно, так значит так. Бум! Я тоже улетел. И теперь бум-бум! И теперь вот так. Вот это бум-бум. А все остальное, ребята, это фигня собачья. Отлично. Прыжок. Я его сделаю! Не дали мне прыгнуть. Ой, машина приехала. Машина едет. Я слышу ее. Как мне были! Тебя не победить! Значит, что об этом мне не победить вас. Твои работники похитили человека. Я должен закрыть на это глаза. Оу, вовремя я захилился. Поворот, отлично. Гадость! Помогите мне! Теперь не уйдешь! Оу! Блин, этот Бугай меня завалит, точно. Надо мне что-нибудь бросить. А лучше вот так вот сделать. О, ошибись. Ничего себе, я его кинул. А теперь поукинку. Нормально-нормально получилось же, да? Вот, неплохо. Ему пофиг. Бугай, ты что, елку? Тот. Отлично. Бакернул его атаку. Ты его рубил. Он же все? Да, тут что ты веришься? Я хотел заблочить тебя. Вот так вот. Наконец-то. С Бугаем покончено. Что дальше делать? Невероятно! Ты один их всех перебил. Конечно! Такая у меня работа. Вы готовы? Ты что, хочешь меня нести? Ну да, мне такую не впервой. Подтверди, что ты заранее отказываешься от претензий, если меня вырвет. Считайте, что подтвердил. Но лучше сразу скажите. Мне опять костюм новый порвали. Благодаря Человеку-пауку к нам благополучно вернулась наша несравненная мисс Фергюсон. В знак нашей благодарности я объявляю Человека-паука официальным героем Бруклин Виженс. Тебе здесь всегда будут рады, паук. Спасибо. А теперь все во двор. Нам покажут чудеса робототехники. Хейли пишет. Как собеседование? Ну, закончилось. Это хорошо, ты только не волнуйся, время у тебя есть. Привет, Майлз. Спасибо, что выкроил время на беседу, но было ясно, что ты занят чем-то важным. Мистер Синклер отзывался о тебе самым лучшим образом, как и директор Эванс. Я заеду на неделю. Поговорим как следует. Лично. Ну, вроде как пронесло, слушай. Значит, собеседование еще продолжится. А это нам на руку. Пришло несколько заявок с территории БВ. Я решил связаться с тобой. Ок. Ну, это чуть позже. Нужно сюжет продолжить. А эта побочка, она не так сейчас интересна. Для этого занятия нужен другой персонаж, Питер. Выберите его прямо сейчас. Ну, давай. О, Питер тут занимается спортом. Акробатикой. О, а я гадал, что же тут строит. Это дерево Эмили. О, как здорово. Ты пришел! Ты же вроде сказал, это стартап. Да, я думал, все будет не совсем так. Но папа узнал и, ну, обо всем договорился. Питер Паркер. Ну, что скажешь? Повыше классом, чем тот сарай Отто, правда? И теперь, при твоем участии, работа по-настоящему закипит. А папа, Питер пока еще не дал согласия. Что? Правда? Ну, я хотел ему все показать. Пусть он сам решает. Ладно. Ой, лис. Ой, какой же он лис, этот голод. Пойдем смотреть. Так, сначала я хочу показать тебе подвал. Гарри, это место... Скажи. Отец, конечно, немного перестарался, на мой взгляд. А как ты... Он все это устроил, пока я проходил лечение. Но когда меня отпустили, я тут кое-что изменил. Например? Перевел свою зарплату на исследование, забрал инклюзивный совет директоров и убедился, что все наши исследования соответствуют цели. Исцелить мир. Доктор Янг, главный энтомолог, уже ждет нас. Знаешь, что такое энтомология? Да. Доктор Янг проводит офигенные исследования по пчелам. Точнее, по охотникам на пчел. Да, это Кэтрин. А кто звонит? О, конечно, соединяйся. Доктор Миллиган? Я даже не знал, что энтомолог это тот, кто изучает пчел. Поболтаем с энтомологом. Ты, наверное, Эпитер? Приятно познакомиться. Этот проект тебе понравится. Рад знакомству, доктор Янг. Гарри сказал, вы работаете с пчелами. Да, и ситуация весьма тревожная. Третью своего рациона ты обязан растениям, опыляемым пчелами. Но мировая популяция стремительно сокращается, в основном по вине одного хищника. Пчелиных волков. Но мы создали инновационное подспорье пчелам. Взглянешь? Они создали дрона пчел. Ого, как круто! Эти дрончики – защитники, которых мы учим искать и убивать пчелиных волков. Или осы-пчелоеды. И ты помогаешь нам с машинным обучением. Видишь голограммы пчелиных волков? Чем лучше ты в них стреляешь, тем быстрее наши дроны учатся опознавать цели. Задача дронов – отпугивать пчелиных волков, но не вредить им. О, супер! Прикольно. Это как это. В какую-то игру играешь с бластером. То же самое. Только тут пчелы. Ага. О, да! Приветствуем в антамологии. Если бы эти пчелиные волки были настоящими, вы бы спасли от смерти где-то две с половиной тысячи пчел. Ого. Я буду рад помочь в меру сил. Можно попробовать ускорить нейронную сеть. О, я только за. Если Пит решит к нам примкнуть, вы еще пообщаетесь. Спасибо, доктор Янг. Мне еще столько надо показать тебе, Пит. Идем. Майлз, эй. Есть минутка? Теперь отправляемся в зону медицинских исследований. Сейчас мы работаем над протонным лучом. В отличие от рентгена, он точнее и менее радиоактивен. Это же все, что мы обсуждали. Все, о чем мы мечтали, чтобы сделать мир лучше. О, чувачок ящик. Может быть, чуть попозже? Это быстро. Спасибо. Док, это мой друг Питер. Питер, доктор Коннорс. Мы уже встречались. Я работал с доктором Октавиусом. Вы приходили к нам обсудить электротактильные стимулы? О, да. Мне жаль, доктор Октавиуса. Столько усилий на смарку. Есть какие-то проблемы? Тошнота? Резь? Боль? Нервозность? Спонтанные мысли? Нет. Я в полном порядке. Это и тревожит. Рад был повидаться. Твой доктор сам ящер? Папа верит в искупление. Слушай, мне надо позвонить, а ты осмотрись пока. А потом приходи ко мне наверх. Блин, ну такая лаборатория тут, конечно, загляденье. С ума сойти. Похоже, присутствие доктора Коннорса тут всем на руку. Надо бы осмотреться. О, компик можно заедать. Неплохо. Похоже, сделано на основе работы Отто, но без проблем с подключением. Интересно, доктор Коннорс ее пробовал? Хотя, после истории с ящером, он, наверное, не испытывает ничего на себе. Это что такое? Что за реактивные двигатели? Ой, 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 ой. А, все нормально, да? Я думал, сейчас бомба идет. Это типа миниатюрный коллайдер. Слушай, прикольно. Все отлично. Только я немножечко симбиотом. Я тут кое-что узнал, пишет Майлз. Пока еще занят. Помнишь, как в школе мы изучали Грегора Менделя и опыты с горохом? Ну да, про генетику и гибридизацию растений. Именно. Доктор Фостер получил кучу наград за исследование в области генетики растений. Ого. Кстати, когда ты там гулял, ты не покормил рыбок? Нет, не покормил. О, обязательно покорми. Без шуток, это мое любимое место в здании. Очень успокаивает. Мы там изучаем клеточную структуру чешуи карпа в кое. Загляну, честное слово. Так вот, если ПЭП у нас основание системы счисления, а ЭНСКИ и язык Айбову Форнер... Да, я понимаю, о чем. Если так посмотреть, этот алгоритм похож на деление в столбик. Ясно. Ага. Спасибо. Доктор Фостер. Спасибо, доктор Фостер. А, Питер, я так полагаю. Гарри часто о тебе упоминает. Рад познакомиться. Доктор Фостер повышает эффективность посевов. Население растет, а климат меняется непредсказуемо. Поэтому надо оптимизировать механизмы приспособления. Генетическая рекомбинация позволяет подготовить посевы к новым испытаниям. Будь то погодные катаклизмы или нашествия паразитов. Зглянешь на опытный образец? Хорошо. Идея в том, чтобы скорректировать геном растения в сторону усиления нужных качеств. К примеру, выживание в условиях недостатка воды. В этой модели целью является максимальный рост. Давай попробуем на этом. Ладно. Подбирай базовые пары так, чтобы собрать максимальное количество генов роста. Тогда мы сможем накормить весь мир. Хитро, хитро, хитро. Так. 3-3. Любопытно. С помощью этой технологии мы к 2035 году искореним мировой голод. Я знаю одну крышу, где можно устроить полевое испытание, если хотите. Очень даже хочу. Гарри был прав. Ты просто находка. Спасибо, доктор Постер. А теперь куда? Последний пункт. Наверное, мой любимый. Внушительный, но не давящий. Забавный, но не безвкусный. Впечатляющий, но не вычурный. Твой офис. Или наш офис. Гарри, не забудь. Все, что ты видел сегодня, лишь крошечная часть того, над чем мы работаем. Но не торопись принимать решение, пока не увидишь его. Ладно. Так, где твой пропуск? Без него не войти. А куда же я его делал? Не говори, что потерял. Не, ложная тревога. Вот он. Ну? Проведи. Вау. Ничего себе. Гарри. Это так здорово и обалденно, правда. Просто на меня столько всего свалилось. Пока меня лечили, я думал только о том, что делать дальше, если выживу. И я все слышал мамин голос. Она говорила, что наша планета в беде. И что я обязан спасти ее. Мы с тобой... Мы вместе горы можем свернуть. Ну и... Мы оба знаем, ты умнее. Давай. Ради мамы и тети Мэй, а? Это круто. Но есть нюансы. Можно передвинуть мой стол туда? Я люблю сидеть с лицом к стене. А! Чуть не забыл. А... 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 Но... Но только я... Не смогу так сразу. Мне нужно будет передать ученика. Конечно. Я не буду подгонять. Главное ведь баланс, да? Но потом Коен Айланд, да? А то. А то. Слушай, забыл тебе сказать. Некоторые наши ученые проводят исследования в городе. Если будет время, загляни. Я отправлю координаты, а по пропуску ты пройдешь внутрь. Ну, я заскочу. Ну вот и на улице Питера праздник. Привет. Прости, что я с тобой раньше не связался, но... Я нашел новую работу. Реально? Потрясающе. А где? Мой лучший друг основал фонд. И он просто невероятный. Ладно, потом расскажу. Как дела? Мы с Ганки отследили транспорт тех головорезов по выхлопным газам. След ведет к Уильямсбургскому мосту. Встретимся там. Стой, разве тебе не надо писать эссе? Да, но... Долг зовет. Твой долг позаботиться о своем будущем. Если что обнаружу, я тебе сообщу. Ладно. Тогда удачи. Слушай, это классно реализовали, что... Я на скорости по воде серфю. То есть я не тону в ней сразу же. Во, от этого тащи огонь. Офигенно. На самом деле это прям вот по физике сделали. Крутяк. Никого не видно. Может, Майлз и Ганки ошиблись? Привет. Я на мосту. Но наших таинственных пиратов тут нет. Как так? Мы были уверены, что есть. Выходит, зря тебя отвлекли. Да ничего. Мы их найдем. Ну, мусорить-то зачем? Что? Ну, ладно. Нифига си, прикольчики. О, старый приемчик. Забавно. Вообще-то арахнит. Откуда у вашего лохматого босса такие технологии? Истинный охотник умеет быть скрыт. А нельзя просто сказать, не знаю. Перемечай. Осторожней! Да, елки-палки. Ладно, прибегнем к помощи наших ручек. Птичка. Да что ж ты будешь делать с этими птичками? Сейчас будем грязь! Ох, дай мне! Куда ваш лохматил каркана или? Пора! Откоросно! Да, блин, птички не потянуться. Вот так вот вам. Ты еще живая, что ли? Да сколько тебя мутоньку-то можно? Готово! Ну, что-то бивашечка. Да елки-ты чего, жива что ли? Надо бы осмотреться. Что это у нас тут? Может, получу какие-то ответы. Что теперь? Давай, птичка! Можно за ней зацепиться? Я буду скучать по этим гонкам в Эмили Мэй. Этот адреналин, когда город становится твоей личной полосой препятствий, никогда не надоедает. Но заниматься настоящей наукой за настоящие деньги? Господи, неужели у меня настоящая работа? Так, Паркер, остынь. Потом помечтаешь о научной карьере. Тебе надо кое-кого догнать. А это что такое? Она еще стрелять в меня будет? Вау! Это что, рельсотрон? И он правда работает? Нет, 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 нет! Классная маскировка! Можно я посмотрю, что внутри? Ну, видимо, нельзя. Опять тетки с большими мечами. И большими хитами. Уже второй маскировщик. Сможет ли мой костюм выявить их частоты визуализации? Не вижу тут вашего босса! Где он прячется? Хочу поговорить с ним о его жизненном пути! Ты не достанешь его внимания! А скорпион достоин? Ну, ладно. Не давайте ему... Покачаемся немножечко. Знаешь, я ничего не имею против Гаргана. Но несколько раз я уже надирал ему зад. И каждый раз сдерживался. А надо было его прибить? Понимаешь, это не моя фишка. Все, разобрались. Где же твой босс? Где-то к компу надо подойти опять. Блин, что я тут еще вообще на столе? Я все уже раскидал. Что мне нужно? Почему значок сюда показывает? Еще один робот? Может, я смогу что-то выяснить? А, робот. Ну, посмотрим. Прости, пташка. Мне неловко ровно так же, как и тебе. Это где-то... О, вот где ты живешь. Ага, руку зацепило. Отпусти меня! Ну же! Я не покупал билет на этот рейс! Скину координаты, Эм-Джей. Пусть попробуют выяснить, чье это здание. Ну и куда теперь? Прямо, как бы... К точке. Эм-Джей, ты получила координаты? Да, это бывший рынок. Владелец умер в том году. Здание быстро продали. Стоп. Покупатель. Это фирма-однодневка, которая скупает недвижимость по всему городу. Целыми кварталами. Я хотела написать про них статью, но не вышло. Все, с кем я говорила, исчезали. Идите, займитесь делом. Мы скоро отбываем. Кто они такие? Вот и выяснём. Удачи. Этих двух надо убрать по-тихому. А остальные охотники? Их заслоны установлены. Связь подключена. Мы готовы. Отличный город для охоты. Я что-то слышал. Красава. Один есть. Ну а теперь и этого нокаутируем. Жалко, у Питера нет невидимости. Выяснил что-нибудь? Две вещи. Они называют себя охотниками. И ещё у них у всех разные акции. Зарубежные наёмники? Я подумал о том же. Вот тебе и готовый сюжет для статьи. Пишу прямо сейчас. Спасибо. А, кстати, о работе. Я принял предложение Гарри. Фантастика. Мы это отметим потом, когда закончишь с нынешней работой. Обязательно. До связи. Ой, девочки, это так с ноги и по лицу. Ужас. Ну ничего, она опасная девчонка была. Стелс в пауке. Это просто крутяк. Оборудов замечен в вашей зоне. Готовьте зверей. Да, Крейвен. Сейчас. Крейвен. Это их лидер? Ох, как я красиво. Олег. Блин. Тихо. Спокойно. Спокойно. Нам нужно наверх. Паутина. Выходи, человек-паук. Да легко. Привет. Я тут. С этими разобрались. Вот и всё. На что они замышляли? Нужно компик, наверное, посмотреть, да? Блин, непонятно, что делать. Привет. Запись заслона, на котором я был. Похоже, у них есть и другие. По всему городу. Отправлю Ганке. Он поможет найти это место. На кого Крейва находится? И зачем? На нас. На нас он находится. Да, вы красиво с прокурой. Убери, что звери возникли. Они должны быть голодным. Блин, там внизу что-то интересное, а я мимо просто прополз и всё. Хотя вроде ничего такого. Тоже хочешь есть? Спокойной ночи. Арбалетки. О, это мне? Вы так добры. Прочный и гибкий. Интересно. Класс. Круто, что пришёл, нашёл какую-то штуку интересную, проанализировал и знаешь все её технологии. Пора посмотреть на мою новую игрушку в действии. Окружающие базы подключены. Заслоны под защитой. Маскирующее поле работы. Хорошо. Самолёты, троны-когти, боеприпасы, бойки. Хм. Некоторых поставок... Эти парни снаряжены получше некоторых армий. Этот Крейвен или богат, или со связями, или друг друга. Чуть не спалился. Это да, но я не думаю... Это мина, что ли? Нифига себе. Вставай! Чуть не спалился конкретно так. Тут она хотела крикнуть что-то, но не успела. Пора спать. Дальше. Вон к тому чуваку, наверное. Я до сих пор не знаю, что будет твоим выбором возле Волгограда. Его имя не разговаривает упоминание. Я думал, молодость будет его преимуще. Не останавливайтесь! Надо, блин, завер... Наверх залезть. Вот туда давай. Он здесь! Мне нужна помощь! Как ты меня запалил? Ты же меня не видел. Ладно. Куда дальше? Наверное, в эту дверь. Похоже, другого входа нет. Да ладно, так как комнатная дырявая дверь, ты ее так выдергиваешь? Смешно. Лаборатория? Такая деревянная дверь, и ты ее так выдергиваешь? Смешно. Пробирочки? Маска! Это не мистер ли... А на фотке не мистер ли негатив? Ну точно, это он. Тетя Мэй очень гордилась, что работала в пире. А Ли столько натворил. Надеюсь, что не все, чего он касался, безвозвратно испорчено. Пробирки, что там? Крэйвен изучает кровь Ли. Наверное, хочет узнать, откуда тот взял свои силы. Или хочет сам получить такие же. Маска внутреннего демона. Это сильная банда, которую возглавлял Ли. Надеюсь, Крэйвен не пытается провернуть то же самое. А это яд Скорпиона. Галлюциногены. Самое неприятное в яде Скорпиона. Если у Крэйвена это есть, значит... Это же... Тиара Апитай. Одно из редчайших растений на планете. Его целебные свойства просто удивительны. Я как-то пытался достать его, чтобы сделать противоядие от яда Скорпиона. Но билет в Реотею был слишком дорог. Но не для Крэйвена. Они испытывали оружие на этой броне? И ни одной царапины? Это же костюм Скорпиона вроде. Почти точная копия. Наверное, искали в ней слабые места. Со Скорпионом лучше перестраховаться. Секундочку. Только посмотрите. Привет, МД. У меня есть еще одно имя. Крэйвен. Похоже, он их лидер. И он устроил какую-то охоту. Крэйвен охотник. На кого он охотится? Не знаю, но в этом точно замешанный Скорпион Ильи. Ну, слушай, раз тут еще и дрон есть, эта птичка чертова, предлагаю разобраться сперва с ней. Если у нас это получится, конечно. Я попробую. О, отлично. Вырубили птичку. Мы еще огней, мы должны рожать в городе. Сколько потребуется. Теперь он сказал, вон с тем. Разбираемся. Туда. Огнем так и так суждено вспыхнуть. Надо отвлечь эту тетку. Давай сюда, иди. Подойдешь? Иди, сходи, посмотри, что там. Поскольку она повернулась, мы можем теперь купить вот этого чувака. А теперь тут, да. Ты побыстренько? Вставай! Она уже не встанет. Ой, кажется, меня спалили. Черт подери. Я тут просто за конкурс хотел сходить, посмотреть, что у вас тут есть. Прибейсь! Получай. Стрелу, стрелу, стрелу. Надо обратный кинж. А, они прямо на полдень взорвались. Так, вот эту штуку опустим. Она им толком вообще не помогла нам никогда. Надолго ее не хватит. Получай. Теперь ты... Оу, что это было? У меня попали стрелы. Причем не одной, похоже. Елки-палки, вот этот фервер. Оу, у него ракетница. Да ты не того чувака. А, ну у этого тоже ракетница. Готов? Вон с тем чуваком. Давай у кого-то ракетница разберемся. Вставай, лежим, лежим. Отдыхаем. Отдыхаем, ребят. Чертов яд! Я наступил на него. Не промахивайся. Стрелять! А ну слезай. Уходя не вон. Ты там слезай. Мы еще не закончили. Освободите его. Цель обнаружена. Ну все, одна четка осталась. А ну слезай. Хватит сидеть на верхушке. Из чего это? Ну наконец-то со всеми разобрался. Заканчиваем с вопросами. Теперь нужны ответы. Итак, Крэйвен. Что же ты ищешь? Стоп. Скорпионы ли это? Я могу понять. Это что, здоровая крыса прошла? Черная кошка? Ого. Зачем? Вот что значит дверь. Это про них говорили они? Тебя не учили, что кусаться это плохо. Хорошая собачка, киска, робот. Бать какая у нее здоровая. Прям под мою голову. Ой, две теперь. Три. Ну да, конечно, мне пс 1 было скучно. Вот это зубы. Как я их красиво разделал. Ой, не со всеми разделался. О, отдел по контролю за животными. Наконец-то. Освободите меня. Достали вы уже. Вот это был разбег у меня. Слушай, он бы уже отлететь должен был. На кого охотится Крейвен? Вдруг я могу помочь? Ты уже никому в своей жизни не поможешь. Поспорим? Я бы поспорил. На то что. Ну все, хватит тут стрелять. Посиди на стеночке. Было бы куда проще, если бы вы просто все мне рассказали. Крейвен охотится на то, чего боятся люди. Больше тебя знать не надо. Да. Значит, на неудачи? Да. На отношения? На клоунов? На клоунов, да? Ну и черт с ними. Че, вроде бы почти со всеми разобрался. Ух, тишина и спокойствие. Что вы здесь стерегли? Скорпион, Мартин Ли, черная кошка. Этот Крейвен хочет собрать всех звезд. Ух, тишина и пугаде. Ух, тишина и смех. Ух, тишина и пугаде. К Он чё, песчаного человека выкрал? А, это Скорпионово. Приятных видений. Нифига себе. Он отломал ему хвост. У него уже бронированный костюм. Как так? И это всё, что ты можешь. Говорили, ты сама смерть. Представь, как я разочарован. Он его просто взял и убил. Офигеть. Опасный типок, однако. На него даже галициген не подействовал Скорпиона. Им пофиг. Суперзлодеи нужны ему не как помощники, а не его добыча. Фелиция. Мелс до сих пор пытается написать письмо в колледж. Мистер негатив потерпел неудачу. Ты готов? К чему? Серьёзно? Он придёт, а ты завис в интернете. Ма, никто уже не говорит «завис в интернете». Майлз, ты можешь одеться? Ладно, ладно. Ты взяла любимую помаду? Он правда так тебе нравится? Майлз. Извини. В следующий раз обещаю, я... Майлз! Люблю тебя! Да, неприятно, когда твои дети сваливают через окна. И, пожалуй, на этом мы и остановимся. Если тебе понравилась эта серия, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставьте лайк под видео, если ты его ещё не поставил, и подписаться, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой, собственно, увидимся. Так что, до встречи! Крэйвен, и он убил Скорпиона. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok